Привет всем, на связи Кира Штафун. Сегодня я хотела бы застрелить очень глубокую и интересную тему, откуда берутся болезни. Во-первых, хотела себе оставить такую видеозаметку, чтобы чаще на это смотреть и понимать. А во-вторых, хотела с вами поделиться. Сейчас нахожусь, как вы знаете, на острове Бали, в Индонезии. И здесь доступ к каким-то сакральным, духовным вещам, он приоткрывается. Перед теми, наверное, кто ищет. И мне повезло, потому что я познакомилась с удивительным человеком. Это мой тренер по йога-левитации Андрей Молодцов. И помимо тренерства, он занимается духовными практиками, и он является очень высокодуховным человеком, с которым можно поговорить на крайне глубокие темы. Сегодня на тренировке мы говорили о том, куда берутся болезни вообще, и как от них можно избавиться. На самом деле, многие, кто смотрит мой канал, да и многие, наверное, сыроеды, в том числе фанаты сыроеды тем более, считают, что очень многое зависит от питания, получим мы болезнь или не получим. И отчасти практика наша показывает, что это действительно так. Но есть еще и другое понимание этого всего, духовное понимание, скажем так. Когда мы занимаемся не своим предназначением, когда мы занимаемся не своим делом, у каждого человека есть энергии, которые даны ему от природы, которые проявлены в нем. И когда человек, скажем так, забивает на эти энергии, забывает о них, не занимается им, занимается чем-то другим, несвойственным ему, получается так, что свою природную энергию, свое природное предназначение, он просто, как говорится, закапывает глубоко поглубже и нарабатывает в себе отрицательную карму. Помимо того, что он занимается, может, не теми вещами, которые ему предназначены, и совершенно забыть о своей интуиции, не слушать себя, не слушать свое сердце. Помимо этого, он еще может себе нарабатывать плохую карму с помощью плохих действий, негативных действий по отношению, наверное, к другим людям и не только людям. Здесь на Бали вообще очень сильно заботятся о своей карме, и все балийцы очень дружелюбные, они всегда улыбаются, и эта улыбка искренняя, то есть они искренне всегда пытаются помочь, всегда поговорить с человеком хорошо, потому что они верят в карму. Если человек сделал другому что-то плохое, то это отразится не только на его карме, но и на его будущем поколении, на его детях, может быть, даже на его родителях. То есть вот эта вот цепочка, она достанется всему роду, и балийцы в это свято верят. Поэтому, когда мы видим улыбки балийцев, мы понимаем, что это искренние улыбки. Свою карму они поддерживают в чистоте, и, скажем так, никогда не проявляют негативных действий по отношению к другим людям. То есть когда мы накапливаем все это вместе, весь этот негатив, другим людям относимся плохо, занимаемся не тем, чем нам нужно, у нас появляются болезни. Когда болезни эти тяжелые уже, в тяжелой стадии, невозможно их лечить, бесполезно их лечить, необходимо чистить карму прежде всего. Каким образом чистить карму? Есть различные варианты по этому вопросу, начиная от медитации, заканчивая различными ритуалами. Вот, например, недавно Андрей ездил с ребятами отдыхать на озера, и там выпускали рыб, животных, выпускали в реку. Это один из способов помочь другим и почистить свою карму. То есть вообще вот выпускать на волю животное, которое сидит в клетке по какой-либо причине, это значит очищать свою карму. А вот на Бали так принято, по крайней мере, это один из способов. Есть невидимые цепочки, о которых мы даже, может быть, не осознаем иногда, и считаем, что это пустяки, выпустить рыбу в реку. Но тем не менее, хоть мы этого и не осознаем, это на нас очень влияет. Поэтому необходимо чистить карму, прежде всего, когда мы встречаемся с тяжелыми болезнями. Вот. И вот такую вот историю, вот такую вот глубокую аналитику я сегодня услышала от Андрея Молодцова. И как-то интуитивно мне подсказывает, что даже у тех, кто занимается здоровым образом жизни, даже у тех, кто занимается вегетарианством, не пьет, не курит, бывают проблемы хорошие такие, со здоровьем, откуда они берутся, наверное, это и ответ на этот непростой вопрос. Поэтому мои рекомендации для себя, для вас, это помогать людям, это делать добро, это поиск своего предназначения и занятия по душе, тем делом, которым вы должны заниматься от природы. Чувствуйте свою интуицию, чувствуйте свою душу и не блуждайте. Ваш организм, ваше тело вам всегда подскажет, как и куда вам правильно выйти, какую дорогу найти. Вот такие вот небольшие заметки, заметка, с которой я хотела с вами поделиться. Оставляйте ваши комментарии по этому поводу, буду рада. С вами была Кира Штафун, пока.